так добрый день дорогие друзья всем добрый день так всем добрый день добрейший веселейший прекраснейший день сегодня рожь ходишь тамуз начало месяца тамуз если кто не знает как вы деле вы знаете что сегодня не просто 19 июня а сегодня у нас еще начало месяца тамуз так посмотрим бывает что начало месяца тамуз рожь ходишь до тамуз он выпадает на 29 число да так сегодня 30 сегодня 30 число месяца сиван но сегодня начался рожь ходишь тамуз значит напоминаю вам что по по торе мы живем в лунном календаре специальный лунный календарь и первый месяц каждый месяц начинается с новой луны когда рождается новая луна зная точно когда она рождается там до тысячной доли секунды и значит с этого момента начинается новый месяц все вот сегодня рожь ходишь месяца тамуза у нас осталось до рожь ходишь она до начала года вы понимаете что в торе в иудаизме все очень непросто потому что начало года это это седьмой месяц не первый месяц то есть четыре новых года в еврейском календаре четыре новых года мы праздную и но главных из них один и он выпадает на седьмой месяц месяц тишрей да это так и называется праздник рожь на начало года почему он седьмом месяце есть целое огромное исследование в талмуде почему начало года это первого ниссана и он называется первый месяц и вот час недельной главе мы говорим про первый месяц да это не сам и это понятно весна ниссан месяц чудес в ниссан исход из египта вышли из египта нас это чудо до переводится на иврита и вот значит есть этот месяц ниссан первый месяц года все понятно да тишрей седьмой месяц но рожа шана 1 тишрея 1 2 тишрея почему значит интересно что в том где разбирается вопрос что является первичным в это очень это не просто вопрос который теоретически он касается каждого из нас причем так касается что можно сказать основа жизни что что в начале замысел что важнее вернее не что в начале что является что важнее замысел или действие то есть понятное дело что человек вначале замыслил что-то он начали что-то придумал он начали что-то понял осознал решил принял решение но это все происходит у него в голове потом он делает действие так что важнее решение замысел или действие приведу пример где это может быть для нас очень принципиальным человек задумал вот есть яркий пример человек пишет жене бывшие разводное письмо он пишет разводное письмо жене по имени там зульфия например да ее зовут зульфия и он пишет есть специальный такой дед это называется разводное письмо что дед дается зульфии а он в этот момент думает про зульфию другую не про свою жену думает про зульфию другую и он думает что этот дед не настоящий то есть он внутренне он не дает ей разводное письмо но по каким-то причинам пишет например в израиле муж который не хочет давать жене вот такое разводное письмо и высадят в тюрьму пока он не напишет и и значит он сидит в тюрьме пока месть он не напишите этот дед не даст ей разводное письмо некоторые люди всю жизнь сидят говорят я не дам я разводное письмо не дам еще раз выйти замуж по религиозному закону если женщина не получила от мужа это письмо она замужняя если она замуж не она не может выйти замуж потому что это страшный грех жить замужней женщиной и есть мужья которые они говорят я вот тут в этой тюрьме умру значит и но я не дам выйти замуж теперь но был один из этих мужей он говорит а я хочу проучить вавилонский талмуд трактат дитин есть такой трактат развода который целый трактат разбирает все нюансы связанные с этой с этим законом и там написано что дед должен был написан с намерением дать его именно во имя той женщины которая он дается твои твои твоими чернилами он изучил все нюансы законов и говорит я готов написать ей дед ну отлично значит он не пишет дед так и так значит там зульфие но образно дед разводное письмо все его выпускают она довольно готовится к новой свадьбе он садится в самолет уезжает за границу и пишет вот такое письмо в равенат в равенский суд пишет вот смотрите страница такая-то закон такой-то значит должен быть во имя нее написан думал вообще про другую женщину прям от первого до последнего момента думал про другую зульфию второе чернила которыми написаны не просто не мои украдены вот вот свидетельство доказательства двух свидетелей что я их украл то есть он сделал так что все что можно только было сделать он сделал неправильно и за границей пишет все дед недействительный она неразведенная все такая была история так а вот здесь как раз мы видим что в этом случае намерение которое у него было оказалось сильнее чем действия то есть хотя по действию он написал письмо разводное но по намерению мы пошли за намерением есть другой вариант человек хотел очень сильно утром стать на шахарит на утреннюю молитву он прям настроился он поставил два будильника он сказал все я встану но будильники не сработали что-то произошло и он остался спать он намерение у него было сделать но он не сделал говорит нам тора что если чех хотел выполнить заповедь и он не смог ее выполнить по форс-мажорным обстоятельствам ему на небе засчитывается что сделал то есть мы здесь видим что намерение опять же сильнее чем действия но если человек намеревался кого-то не дай бог убить но не убил будут его судить за намерение не будут то есть мало ли что он намеревался а то есть земной суд он рассматривает именно действия человека не рассматривает намерения теперь с рожа шана с началом года этот же принцип очень срабатывает талмуд вы приводит к заключению что внизание мир был сотворен внесание был мир был сотворен первом месяце физически фактически его стало лет是不是 или нет наоборот внесание он был задуман а фактически он был сотворен вружшона действительно потому что в floor шана седьмой месяц был сотворен первый человек в рожа шана значит в Роша-шана, то есть Роша-шана, это было седьмой месяц, это было уже сотворение, фактическое сотворение мира и человека, а задумка была внесания, то есть именно идея мира у Всевышнего возникла внесания. Понятно, да, идея? Поэтому это имеет на прямое отношение. Теперь сегодняшняя недельная глава, она про красную корову, вы помните, да, Хукат, мы вчера говорили. И очень интересно, сегодня подробно дальше рассказывается о том, что тот, кто брыжет этой водой, во-первых, очень интересно вообще, кого нужно было очищать пеплом этой красной коровы. Пеплом красной коровы нужно было очищать того, кто соприкоснулся с мертвым телом. То есть оказывается, мертвое тело, оно при прикосновении к этому мертвому телу или при нахождении с мертвым телом в одном помещении, значит человек становится нечистой духовной нечистотой. Специально есть духовная нечистота, которая, в принципе, она никак на него не влияет, кроме как, что он не может заходить в храм и заниматься, ну, с какими-то очень святыми делами, потому что он в духовной нечистоте. Поэтому сейчас религиозные евреи, которые ортодоксальные, которые все соблюдают, они не поднимаются на храмовую гору. И раввины говорят, что на храмовую гору запрещено подниматься, потому что пока нет этого пепла красной коровы, значит мы не можем без очищения от этой духовной нечистоты туда подниматься. Теперь дальше в сегодняшнем отрывке рассказывается, как нужно, ну, сжигают эту красную корову, берут какую-то травку изов, значит какая-то, чем брызгает, да, изов какое-то такое растение, пучок травы специальной такой особенной, в эту воду макают. И чистый человек, который очищенный, он брызгает на, значит, тех, кого, то, что нужно очистить, значит, тех, кто касались мертвых, тех, кто выходили по мотивам, по кладбищам и так далее, значит, на них надо побрызгать и они очищаются. Они очищаются, им надо еще в миг уокунуться и там и так далее, то есть целый процесс очищения. А, значит, тот, кто брызгал, он становится нечистым. Это удивительная вещь, то есть это вообще не сходится логикой, как тот, кто брызгал, вот он брызгать должен чистый, взял, побрызгал, тот стал чистым, этот стал нечистым. Непонятно. Теперь, значит, дальше рассказывается все эти законы, все. Все, в итоге, в итоге, законы эти непонятные и они именно непонятные, ну, вообще непонятные, в логику не влазят, ни в какую формальную человеческую логику они не влазят. Теперь я видел очень красивое объяснение. Мы не понимаем, как работает этот закон, но мы понимаем, почему Всевышний дал этот закон. Говорит нам устная Тора такую вещь интересную, что народ Израиля согрешил при выходе из Египта. Когда получили Тору, значит, была гора Синай. Всевышний прямо, все поднялись на невероятную духовную высоту. Невероятно было такое прозрение, озарение, значит, пророчество, что все слышали голос Всевышнего, который сказал, я Бог ваш, который вывел вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом, и не будет у вас других Богов, кроме меня. И они все сказали, конечно, конечно, мы видим, мы видим, слышим, чувствуем, у нас от такого близости со Всевышним, мы, они умирали, у них отрывалась их душа, их как бы духовная, человек, это соединение материального тела, таблица Менделеева, вертикально ходящая лужа, такая, знаешь, человек, вертикально ходящая лужа, 30% земли, 70% воды, значит, все размешано. И, значит, вот это вот био-скафандр, 70 или 80 килограмм мяса, жира, воды и земли, и все микроэлементы есть в человеке, ходит по земле, и там есть внутри душа, божественная душа, которая относится к духовному миру. И это все соединяется в человеке и не разваливается, то есть это удивительная вещь, поэтому мы каждое утро говорим о благословении. Она чистая, она чистая, она чистая, потому что Бог чистый, значит, и душа чистая. Тараи, ата, брата, ты ее сотворил, эту душу, ата и царта, ты ее сформировал, ваата, и ты ее вдохнул в меня, ваата мишамрабы терби, ата ее все время сохраняешь во мне, то есть оно не разлетается. Когда ты соединяешь вот эту вот душу с телом, оно вместе соединено и при жизни не разлетается. Только когда человек умирает, у него выходит душа из его тела, и у некоторых она выходит как репейник, выходит из шерсти, то есть человек умирает очень тяжелой смертью, и ему тяжело расставаться, вот это вот он не хочет. А у других она выходит, как называется, как поцелуй Всевышнего, выходит как волос из молока, значит, такие сравнения, поцелуй Всевышнего называется, самая легкая смерть, волос из молока, то есть выходит она, а есть, которые очень интересные, есть, которые она выходит, а потом возвращается. Это после клинической смерти, многие люди, они прямо видели, как она выходит, и видели, как она возвращается. У некоторых было это несколько раз, выходит, заходит, выходит, заходит. Теперь, что интересно. Значит, закон красной коровы нам говорит, что вот это тело мертвое, которое осталось, когда душа вышла, при соприкосновении с ним живого человека, пока еще душа в нем, то живой человек, он становится на духовном плане нечистый. То есть вот это тело, получается, которое уже без души, в нем появляется какой-то такой духовный яд, назовем это понятным нам языком, духовный яд, который при соприкосновении с ним переходит на человека, который, значит, дотронулся. Теперь, и пепел красной коровы очищает. Как очищает, непонятно, вообще непонятно. Теперь, а какая связь с тем, что они получали Тору? Когда они получили Тору, после этого они сказали Машерабену, Моисей, поднимись на гору, ты общайся со Всевышним, нам расскажешь. Он на 40 дней ушел, не ел, не пил, ушел в духовный мир, и на него, на Машерабену, он получил всю Тору, на него как бы записалось все знание Торы, как работает мир. То есть он вернулся в материальный мир, но он был напополам в материальном, напополам в духовном. И он был как чистое стекло, сквозь которое пророк, сквозь которое духовный мир говорит с материальным. Теперь, что получается? Они его не дождались, и они, говорят, сделали золотого тельца. Кто это был золотой тельц? Они сказали, что нам нужен какой-то передатчик между нами и Богом вместо Машерабену, вместо Моисея, который пророк, и нам нужно какое-то... Так, а Бог же сказал, не делайте изображения никакого. Бог сказал, сказал. Но пророки, когда они видели духовный мир, они видели как трон, колесница такая, да, Всевышнего, и там были изображения, там был бык. И они говорят, мы же не против. И Бог же сам сказал, никакого изображения не будет, но кровим. На копчете были кровим, были золотые такие ангелы, кровим. Значит, ну Бог же сказал, что я буду с вами разговаривать между этими кровим, между этими ангелами. И слышался голос Бога между этими ангелами. Так они говорят, тут ангелы, там есть бык. Бык это был символ материального мира. И они говорят, мы понимаем, что бык не Бог. Бык это бык, Бог это Бог. Это разные вещи. Мы понимаем, нам нужно что-то, чтобы мы могли как бы обращаться к Богу, но нам нужно что-то, чтобы мы понимали. Нам нужно что-то понятное для служения Всевышнему. Они понимали, что бык это не Бог. И этот золотой телец никак не был идолопоклонцам. Понятно, что бык не сотворил мир. Понятно, что бык миром не управляет. То есть этот телец, это был некий удобный символ, который был понятный, что материальный мир действует по материальным законам. И это был их великий грех, который они искупили тем, что они приняли заповедь о красной корове, которая была вообще непонятна, которая просто в логику не ложилась. Но они приняли этот закон и его соблюдали. То есть там они согрешили, что они пытались быть слишком логичными. Как искупление того, что они там хотели быть слишком логичными, пришла красная корова, которая вообще не логичная. И этим они исправили вот то. То есть пришла красная корова для того, чтобы искупить за золотого телца. То есть именно в служении через непонятные аспекты, которые ты не принимаешь своей логикой, но ты их принял, потому что Бог сказал вот в этом и выражается величайший акт веры, который поднимает человека на уровень веры больше, чем если он говорит, ну это логично, конечно, типа все понятно. Я бы тоже так, я бы на месте Бога так же поступил. Это ты тогда делаешь то, что ты хочешь делать. Ну молодец. Это как, знаете, вот когда, чтобы понять награду за заповеди, почему человек, который делает заповедь Всевышнего, он может рассчитывать на ответ от Всевышнего, на выполнение своих молитв, на какие-то ответные действия от Всевышнего. А человек, который делает то, что он хочет, вот, например, два человека решили помочь. Есть известнейшая история, как около 150 лет назад, когда Израиль еще был под властью Турции, потом Англии, и было здесь два очень таких евреев, которые строили, ну они были богатые евреи, и они очень много помогали. И они помогали, строили там дома для бедных, делали приюты. В общем, очень много они помогали. И как-то они встретились, и один другому говорит, вот вы знаете, вы помогаете больше, чем я. Но, говорит, у меня на небе награда больше, чем у вас. Тут говорит, почему? Почему? Если я помогаю больше, чем вы, а почему у вас награда больше? Он говорит, а потому что вы хороший и добрый человек. И вы когда видите какого-то несчастного, которому хотите помочь, вы прям не можете, вы прям помогаете от всего сердца, и вы прям радуетесь тому, что вы можете помочь. А я, говорит, я очень жадный. Я очень жадный. И я, когда помогаю, выполняю заповедь Всевышнего, я как будто бы палец себе отрезаю, когда даю ту сумму, которую я даю. Поэтому из-за того, что мне приходится преодолевать большие сложности, то и награда моя больше. Человек, который подметает улицу, потому что ему сказали подметать, он может получать зарплату за свое подметание. Человек, который подметает улицу, потому что ему нравится чистая улица, и он считает, что правильно подмести улицу, он называется волонтер, и он делает то, что он хочет, и он молодец, ему честь, ему и хвала, и он сам себя и честит, и хвалит, и чистит, и все. То есть вот в этом разница между соблюдением заповедей, когда ты принимаешь на себя ярмо небес, это называется принятие ярма Торы, да, то есть ты как впрягаешься, и ты говоришь, да, я понимаю, что мне хочется жить как животное, да, что хочу ем, что хочу пью, что хочу делаю, что хочу не делаю, мне никто не укащик, да, или ты говоришь, все, я впрягся, Всевышний Царь, я, значит, буду выполнять то, что надо, и рассчитываю на, как говорил Раби Нехуня Бен Акана, впервые, вот он говорил так, что амикабеля лав оль Тора, тот, кто принимает на себя ярмо Торы, именно ярмо Торы, с того снимается ярмо царства и ярмо забота о пропитании, то есть Всевышний о нем заботится, тот, кто порек мемена оль Тора, тот, кто себя сбрасывает ярмо Торы, на него тогда одевают ярмо царства, его сразу мобилизация в армию, и ярмо забота о пропитании, сколько бы у тебя ни было, тебе всегда будет мало, всегда будет тебе мало, мало, зависть, погоня за излишествами и так далее, это называется ярмо, забота о пропитании. Хорошо, значит, вот такой вот отрывок, дальше в недельной главе говорится о том, что пришли они к пустыню Цин, уже заканчивается их 40-летняя ститания, умерло все то поколение, которое должно было умереть в пустыне, и там же умирает Мирием, старшая сестра Маша Рабена умирает, и не было воды, и что? Как вы думаете, что? И собрался народ на Моше Рабена, опять они на него собрались, против него и на Аарона, и ругался народ с Моше, и сказали, говоря ему, лучше бы мы умерли, умерли лучше бы, зачем ты нас вывел в эту пустыню, значит, и опять они начали ту же самую песню, зачем ты нас вывел, лучше в Лама или Тану, Мимисра, зачем ты нас вывел из Едипта, эти, которые уже были, они уже египетты не помнили, они 40 лет были в пустыне, но тоже они жаловались, зачем ты нас вывел из Едипта, привезти нас в это место плохое, значит, вместо того, чтобы привезти нас в землю, где растет инжир, виноград, гранаты, вода, а у нас сейчас нечего пить, и Моше, и Арон, они опять встали, они возле входа в шатер откровения, упали они, начали молиться, и показалось, слава Всевышнего им, опять мы видим, ничего не поменялось, даже 40 лет в пустыне не исправили человеческую природу, как только наступает стресс, как только нечего кушать, в этот, или пить, в этот самый момент человек опять впадает в стресс, впадает в свое животное состояние, и, значит, ни про какого Бога он уже не помнит, ни вообще ничего, опять начинается искать виноватых, ругаться, ну, то есть, в стрессе человек превращается в животное, все, и буквально 19 глава Мишлея, один отрывочек, потому что полчаса мы ведем, значит, здесь написано так, например, вот, 14-й отрывок, 14-й отрывок, например, очень интересный здесь, байт веон нахалатовод, значит, дом и имущество, это наследство от отцов, то есть, можно получить в наследство от родителей дом и имущество, умеашем от Бога, и шамаскелет, но от Бога умная жена, значит, так как это притчи, то здесь умная жена используется не только в прямом смысле, а в смысле еще и интеллект, то есть, интеллект человека, он, это самая близкая к нему сущность, потому что человек это душа, а его интеллект это все-таки внешняя сущность, которая, которая вырастает под влиянием внешних влияний других людей, и хотя в голове у человека есть его интеллект, это мой интеллект, это те мысли, которые во мне звучат, это мои мысли, Но попробуй остановить эти мысли. Никто не может остановить мысли своего интеллекта, если ты скажешь, вот я сейчас не буду думать пять минут, ты все равно будешь думать. Если ты скажешь, я буду думать только на тему Торы, то ты через минуту найдешь себя думающим не на темы Торы. То есть интеллект это отдельная сущность в человеке, которая называется Ишама Скелет, она от Бога. То есть получить интеллект, который действительно умный и который тебя не пугает, не обзывает, не ведет тебя в какие-то тупики, это подарок от Бога. Потому что когда ты соединяешь свой интеллект со своей душой и соединяешь со Всевышним, а как это сделать? Тора это мысль Бога. То есть ты, когда загружаешь свой интеллект, свой компьютер, загружаешь программы. Мудрость царя Соломона, Мишли загрузил, Вавилонский Талмуд, Иерусалинский Талмуд, Пятикнижия, Мишна, все шесть разделов Мишны, все Медраши. Медраши это предания, в которых скрыто очень большие тайны, но именно они там скрыты. И вот когда ты все это загрузил, и потом ты в этот момент начинаешь уже во время молитвы, во время изучения Торы, и к тебе приходит ангел, который начинает тебя обучать тайном мироздании, а потом ты идешь к учителю, который по Кабале, это учителя, Кабала изучается так, что человек изучает, 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 потом ему открывается изнутри какое-то знание, потом он идет к учителю, который подтвержденный, сертифицированный, учитель Кабалы, и он говорит, мне открылось вот это. И учителька была, ему говорит, да, тебе открылось правильно, значит все. Это называется от Бога Ишама Скеллетт. Когда человек получил от Бога такой интеллект, все, жизнь удалась, жизнь удалась. Ради этого он прошел жизненный путь и получил джекпот, выиграл вечность. И давайте какой... Значит, вот, например, Гдаль Хэма Носе Оныш. Тот, кто увеличивает свой гнев, гневливый, гнев и ярость внутреннюю, он понесет наказание. Ти им то циль ве от то сив. Что если пощадить его, если он спасется, то придется усугубить ему проблему. Это очень удивительный принцип, который, ну, который обычная логика человеку непонятен. Если с человеком случаются вещи, которые он не хочет, чтобы с ним случались. И какая реакция у глупого человека? Глупый человек, он гневается. Он кричит, я против реальности, я не хочу, я против, он гневается, он ругается, он, это глупый человек. Умный человек, он говорит, что такое, подожди, жизнь, она не идет туда, куда я хочу. Что это значит? Это значит, что что-то не так, какая-то есть системная ошибка в моих подходах, в моих целях. Как я выбираю правила своей жизни, какие принципы. То есть, если мне не нравится то, где я нахожусь, то, как я живу, то, что со мной происходит. И я гневаюсь на окружающий мир, то есть, я гневаюсь на реальность. Я, кто я, я вот, моя, моя, типа, мои ожидания от мира, моя модель мира. И я же оказался в той ситуации, в которой мне все не нравится. Где проблема? Глупый человек, он пытается, пытается ломать окружающий мир. Пусть лучше он прогнется под нас. И мир его продебает все сильнее, сильнее, сильнее. Умный человек, он начинает разбираться в себе, он начинает исследовать себя, и он меняет свое программное обеспечение, свой подход к миру. Это умный человек, и то, что нам сказал царь Саламон, что гневливый человек, если, даже если он в этой ситуации, он своим гневом что-то продавил, он проиграл. Это проигрыш, потому что следующая интеракция, столкновение с реальностью, в которой он окажется, реальность его сломает. Невозможно сломать реальность. То есть, человек своими ожиданиями от реальности, рано или поздно, он сломается. Это то, что нам сказал царь Саламон, мудрейший из людей. Все, напишите свои выводы, пожалуйста. Напишите свои выводы, что для вас сегодня было инсайтом, что было для вас интересного, что вы для себя поняли, осознали. Когда вы свои выводы эти для себя закрепите, то вы можете ими поделиться. Поделитесь обязательно каналом Вайкра, чтобы больше было божественного света в мире. Мы вас приглашаем стать партнерами Вайкра, друзьями Вайкра или спонсорами Вайкра. Это три есть. У нас три категории разных людей, которые вместе с нами участвуют в распространении божественного света Торы во всем мире. Все, ход и штоф. Удачи всем и до завтра. С божьей помощью завтра. Секундочку, завтра у меня в... Возможно завтра, сейчас, значит завтра у меня есть утром. Но я постараюсь в 10 провести урок. Я постараюсь, будет в 10, может быть в 10.30. Но в 10 я постараюсь успеть у меня завтра. Из аэропорта будет урок. Все, всем удачи, успехов, счастливо. Секундочку, завтра урок. Продолжение следует... Бук.